Тему в студии, продолжаем с гостем. Сегодня это Павел Плюснин, координатор премии нашей Подмосковья в Клину. Павел, добрый вечер. Здравствуйте. Павел, вот в сюжете уже было сказано, что 10 номинаций для соискателей этой премии. Кто и с чем может участвовать и претендовать на премию губернатора? Ну, прежде всего хочется сказать, что номинации имеют такой широкий охват, что любой человек, который занимается каким-то общественно полезным делом, делает это на добровольной основе, совершенно бесплатно, может абсолютно спокойно подать этот свой проект на, в общем-то, соискание премии для участия в конкурсе. Несколько примеров приведете? Абсолютно любые проекты. Если вы делаете клумбы перед своим собственным домом, если вы как-то украсили свой собственный подъезд, все это может быть абсолютно, в общем-то, подано на премию. И об этом стоит говорить. То есть любое, даже самое малое дело, это действительно очень серьезно в рамках всего города. И люди, которые занимаются общественно полезным трудом, скажем так, это ведь гордость Клинского района и гордость области. Именно поэтому не только победители получили, соответственно, грамоты и премии, но и каждый человек, который участвовал, который привил свою смелость, он получает диплом и небольшие сувениры от администрации Клинского района. А вот те, кто не победили, да, но получили диплом за участие, может быть, они в этом году как-то доработали свой проект, они могут еще раз подать заявку на премию? Абсолютно обязательно нужно подавать, нужно пробовать, нужно пытаться, нужно, чтобы человек, как уже было сказано в вашем сюжете, показывал свой проект. Ведь на основе этих проектов другие люди набираются этой же смелости и опыта и участвуют, создают свои собственные проекты. Поэтому каждый человек, который принял участие в премии, он должен пытаться еще раз, может быть, за этот год он ее где-то улучшил, увеличил, нашел какие-то новые точки работы в своем проекте. И, конечно же, еще раз повторюсь, необходимо снова участвовать. А те проекты, которые уже стали победителем, они также могут принимать участие, но на условии, если они достигли каких-то новых высот. Если проект продолжает развиваться, то его совершенно не стоит замалчивать, его точно так же нужно демонстрировать. А какие еще особенности в этом году? Ну, особенностей не так много на самом деле, потому что премия, она хоть и достаточно нова, но она весьма стабильна в этом плане. Особенностью может являться тот факт, что в этом 2015 году не будут участвовать организации на сыскание премии. То есть в сыскании премии могут участвовать только физические лица и инициативные группы в количестве до 10 человек. Это, наверное, основное. Ну, еще хочется отметить, что размер премии станет чуть меньше. Если в прошлом году первая премия составляла 500 тысяч, то в этом году она составит чуть больше, по-моему, 300 тысяч рублей. И это, несмотря на то, что в сюжете было сказано о том, что, скажем так, фонд остается примерно тем же самым, то есть 180 миллионов рублей, это позволит увеличить количество победителей. И это на самом деле правильно, ведь растет количество участников, и очень хочется, чтобы было достойное количество и победителей. Чтобы это не где-то вот там кто-то победил, да, 10 человек, а чтобы мы с вами на выйти на турке практически знали, кто победитель и какое делает он реальное дело. Ну вот те, кто сейчас нас увидел и услышал, и захотел поучаствовать и попретендовать на премию губернатора, что для этого нужно? Какое-то портфолио, видеоотчет, фотоотчет, бумаги какие-то оформить? Вот прям расскажите подробно. Здесь на самом деле настолько все упрощено. Есть сайт в интернете, который называется наша-подмосковья.рф. На этом сайте очень простая, достаточно, очень простой интерактив, то есть можно найти там о премии информацию, да, соответственно, то есть и сразу же, как вы только открываете сайт, появляется кнопочка, которая называется «Подать заявку». Вы нажимаете эту кнопочку, если вы не зарегистрированы на сайте, регистрируетесь на нем, для этого вам понадобится всего лишь ваш номер мобильного телефона и адрес электронной почты, после чего вы начинаете уже заполнять анкету. Для этого, опять же, вам понадобится уже ваш паспорт, вам должно быть, соответственно, 18 лет, вы должны быть уже, скажем так, сложившийся человек, то есть и вы заполняете эту анкету и отправляете ее, в общем-то, дальше. Есть, конечно, еще один способ, можно эту анкету скачать с сайта, заполнить ее на компьютере и отправить уже на электронную почту, ну, или в случае, если у вас нет возможности доступа в интернет, если у вас нет возможности доступа к компьютеру, то вы можете прийти в администрацию Клинского муниципального района в среду в четверг с 2 до полшестого, и мы обязательно в 72 кабинет, еще раз поправлюсь, да, 72 кабинет администрации, и мы вам, конечно же, поможем заполнить эту анкету и отправить ее для участия. То есть даже отсутствие компьютера не является помехой к участию. То есть для участия нужна только анкета, а сам проект как презентуется? Чтобы показать о том, что действительно ваш проект, ну, анкета является практически основной частью, где вы напишите данные о себе, ну, собственно, краткое содержание, полное содержание о вашем проекте, вы должны прикрепить к этой анкете свою собственную фотографию, вы должны прикрепить до пяти фотографий вашего проекта, чтобы, естественно, было видно, что это действительно настоящий живой проект. Еще также рекомендуется прикрепить рекомендательные письма от, скажем так, может быть, соседей, может быть, руководителей каких-то, скажем так, вот, допустим, если есть, вот вы отремонтировали свой собственный, там, я не знаю, подъезд разукрасили, вы можете прийти к руководителю управляющей компании и сказать, вот, подпишите мне письмо, что я сделал такое большое доброе дело. Обязательно напишут, да, как бы, вы можете прикрепить, ну, или, собственно, ваш сосед вам может написать, что вот вы сделали, ему настолько приятно теперь ходить по этому подъезду, что он вас благодарит в этом. Ну, и, возможно, презентацию, не более десяти слайдов, которая, конечно же, должна содержать не ту же информацию, которую вы написали, а информацию, несколько, может быть, в графическом виде, то есть, может быть, охват, если на кого это рассчитано, да, то есть, там, может быть, категории населения, да, как бы, или еще что-то. Это все поможет обратить большее внимание именно на вашу анкету. Спасибо.